Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Лестница в небо». Программа, в которой мы обычно говорим о том, что мало или совсем не знают наши сограждане о православной вере и жизни православной церкви. Наверняка многие из вас хоть когда-нибудь слышали от своих знакомых «Непременно сходите вот в такой-то храм, там замечательно поют, получите удовольствие». И, как правило, тот, кто вам предлагает это сделать, он, может быть, раз был там или два, а может быть, просто мимо проходил и услышал, ему понравилось, как там пели. И складывается впечатление вот этих слов, что, дескать, «Сходи, получишь удовольствие». И ради удовольствия, ради усложнения слуха поют православные христиане в своих храмах. А между тем, дорогие друзья, это далеко не так. Вернее, это совсем не так. А вот сегодняшняя наша тема – о чем же поют православные христиане в своих православных храмах? И в чем смысл православного богослужения? Об этой интересной и, мне кажется, очень важной теме мы, как всегда, будем говорить с нашими гостями, которых я с радостью представляю. Это хоровой дирижер, искусствовед, богослов, заслуженный деятель искусств Украины, профессор, протеерей Дмитрий Болгарский. Здравствуйте, Боргарский. Хармейстер, православный регент, Жанна Викторовна Гончаренко. Здравствуйте, Боргарский. И, как всегда, с нами в студии представители православных приходов Киева и Украины. Начнем мы по традиции, начнем мы с цитаты. Сегодня она будет касаться события, о котором наверняка вы слышали когда-нибудь хоть раз. Помните, когда просланцы князя Владимира пришли в Царьград, им показали настоящее православное богослужение, и они были потрясены. Вот давайте послушаем этот фрагмент из летописи. И поставили их на лучшем месте, показав им красоту церковную, пение и службу архиерейскую, предстояние диаконов, и рассказав им о служении Богу своему. Они же были в восхищении, удивляясь и хвалили их службу. И не знаем, на небе мы были или на земле. Ибо нет на земле такого вида и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем только, что Бог с людьми пребывает. Из повести временных лет. Что же так потрясло? Так потрясло наших далеких предков, когда они услышали православное и пение, и службу. Пожалуйста. Ваша передача называется «Лестница в небо». И именно пение является этой лестницей. Послы князя Владимира при испытании веры почувствовали красоту. Они ощутили небо на земле, и именно пение, красота богослужения, именно эстетический компонент стал главным аргументом в их выборе веры. И этот принцип остается в веках неизменным. И многие люди, которые сейчас идут в храм, прежде всего, они слышат красоту богослужебного пения. Красоту. Вы хотели что-то добрать, Жанна Викторовна? Нет? Пожалуйста. Ну, когда действительно человек попадает в храм, его окутывает вся атмосфера. Это и, причем преображенно, это и иконы, как преображенный лик человека, и пение, и аромат ладана. То есть, вот его все это пронизывает, и, конечно, они, видимо, это почувствовали. Нам открывается тайна. Небо на земле. Они прикоснулись к какой-то тайне. Они прикоснулись к какому-то иному миру. И вот в связи с этим вопрос, который мы вынесли как бы вот в заголовок нашей программы. Для наших зрителей давайте объясним, о чем же поют в православных храмах православные христиане? Прежде всего, в православных храмах во время богослужения прославляется Бог. И люди получают уникальную возможность встречи и общения с Богом. Они приобретают этот опыт жизни на земле с Богом через богослужение, где храм является местом встречи, Бог открывается своему творению, и человек отвечает на призывы к Богу, к событию и общению. Пение, оно имеет различные ипостаси. Прежде всего, это словословие, это прославление, и это во всех конфессиях христианских пение является языком молитвы и тем единственным путем к Богу через словословие. И об этом скажут и католики, и каждый протестант, и греко-католики, и крежевка, прежде всего православные. Но аспект православного пения – это то, что мы говорим о правильном духовном состоянии, которое человек должен приобрести во время молитвы, во время пения. И это состояние, оно связано с таким понятием радости и смирения, по образу, как сочинается крест и воскресенье, страстная и светлая седмица. – Жанна Викторовна, а вот если я правильно понял, если я правильно понимаю, значит, то, что поется – это молитва? – Очень хороший вопрос, потому что что, собственно, молитва? Это когда идет обращение к Богу или святым. Но действительно не все, что звучит в храме, есть, собственно, молитва. Хотя часто заканчивается словословным или молитвенным таким воззванием. Но по содержанию песнопения делятся на шесть гимнологических групп, которые выделил вот такой исследователь, как Иван Гарднер. – Мы знаем, где вы Гарднера слышали и читали кое-что. – Да. Ну, первая группа – это, конечно, песнопения догматического характера. Там, где изложены основные положения вероучения. Далее есть повествовательно-исторические. Там, где действительно рассказывается о каком-то сюжете Евангелия. Вот, да, именно исторические. Далее это нравственно-дидактические. Это там, где, собственно, учатся все в храме, да, стоящие. – Вы представляете, как школа. – Да, школа молитвы. – Да. Вот. Есть созерцательные. – Это когда вот, ну, наверное, самое такое сложное для объяснения, но это, наверное, когда мы, когда идет немножко уже взгляд, немножко со стороны и оценка какого-то события, вот такие созерцательного характера песнопения. Вот. Есть песнопения, которые сопровождают литургические действия. Вот самый такой яркий пример – это херувимская песня, да, когда идет священа. – Мы еще поговорим сегодня о богослужении, да. – Да. Вот. И в это время хор объясняет действия, которые проходят в алтаре. – А я хотел бы перехватить инициативу о именно догматическом характере, потому что, знаете, часто нас обвиняют, что мы такие догматики, мы зашорены, мы не мыслим широко. Но и как раз вот догматизм мышления, он открывает именно духовный простор для творчества, вопреки. И очень важный аспект, если мы говорим о молитве, есть закон веры, как закон молитвы. Человек верит так, как он молится. И это очень важно. – Ну вот еще такой вопрос приготовил. – Ну ведь в храме и есть словесная молитва, да. Вот священник молится в алтаре, мы там, миряне тоже молятся словесно. Почему все-таки именно нужно петь? Что, какая тут задача заложена, вот почему-то именно петь? Вот петь нужно. Вот почему петь? – Потому что человек, когда поет, он одухотворен. И это решение самого, самой главной задачи православия, потому что мы призваны к преображению и обожению. И пение помогает нам. Оно одухотворяет человека, оно делает его возвышенным. Есть речь обыденная. А пение – это другое состояние одухотворенное, как где человек в церкви должен становиться новым человеком, преображенным. Должно уходить старое, ветхое. – Спасибо. А вот я, кто смотрит нашу программу, знает, я собираю некоторые письма в православном интернете, в сетях. Вот я хочу прочесть одно письмо, а потом обращусь сначала к студии, а потом к нашим экспертам, простите за такое слово. Вот так читаю письмо. – Возле нашего дома есть небольшой православный храм. Честно говоря, хоть я и крещен, в церковь практически не хожу. А тут с недавних пор стал захаживать ради пения. Очень приятно поют. Стою, слушаю. И для меня не важно, о чем они там поют. Просто мне хорошо. Отдыхаю от шума, от забот обычной жизни. Это пение, конечно, очень украшает службу. Постою немного, потом куплю несколько свечей, зажгу, поставлю и ухожу. И на душе хорошо. Вот у меня такой вопрос сначала к студии, а потом к нашим гостям за столом, с которым мы обсуждаем нашу тему. Вот некоторые считают, что, да, церковное пение – это здорово, это так приятно послушать. Вы бесплатно пришел, послушал хорошие голоса там и так далее. Вот что вы… прокомментируйте, пожалуйста, это письмо. Так ли это? Только ли это? Кто бы хотел сказать? Пожалуйста, там я вижу. Хотели сказать. Пожалуйста. Хотела просто сказать, что когда, в принципе, ты приходишь в храм, и вот тебе помогает как раз это пение настроиться на нужный лад, потому что есть, к примеру, «Милость мира» или «Великое славословие», оно особенным поется, оно больше как будто англицкое пение, и ты благодаря вот этому окутыванию вокруг тебя, тебе вот легче наладить, в принципе, начать молиться, и вот как бы немножко такое состояние более возвышенное, ты чувствуешь не вот не приземленное, а немножко легче тебе. И как бы это, мне кажется, наверное, путь, который помогает тебе правильнее молиться. Большое спасибо вам. Я бы даже поаплодировал вам. Помогает молиться. Давайте здесь сделаем такое подчеркивание. Помогает молиться. Это очень здорово. А вот как быть, Жанна Викторовна Бачка, а вот как быть вот с вот этим эстетическим наслаждением? Достаточно ли его? Или какая-то все-таки совсем другая задача стоит еще в богослуженном периоде? Духовно мы восходим по ступеням к вещам созерцательным. Религия говорит о том, что мы должны открыть в себе умные очи, сердечные. И вещи воспринимать, вещи, которые происходят в нашей жизни, воспринимать с точки зрения духовной. У нас есть тело, но у нас есть душа. И очень важно, чтобы душа и дух одухотворял тело. И вот пение показывает нам этот путь. Когда человек приходит в храм, он делает глоток чистого воздуха. И душа его умиротворяется. Она получает то духовное питание, которое возвышает и преображает человека. Это духовный путь определенного делания. И это очень важно. Но церковь имеет цель, как и богослужение, богопознание, самопознание, преображение духовного человека и восхождение, как сказано, от силы в силу, полноту, меры, возраста Христова. Наше богослужение, оно христоцентрично, оно теоцентрично. И оно должно привести человека к Христу, как к главному содержанию и тайне жизни и мира. А вот, Жанна Викторовна, вам как музыканту и православному регенту, ты хотел задать такой вопрос. А вот чем, если бы вас спросили коротко, чем отличается принципиально светское пение от церковного пения? Вот светское и церковное. Это очень интересный вопрос. И тоже касательно той темы, о которой мы говорим, что в церкви все должно служить назиданию. И вот почему, как таковая музыка в церкви не исполняется инструментальная, скажем, или там все именно от слова идет. И уже слово, оно, как вот сказал Василий Великий, он сказал, что по елику дух святый знал, что тяжело вести человека к добродетели. И что делает? Он к слову добавляет мелодию. То есть мелодия, она должна раскрывать, помогать раскрыть это слово. То есть слово первичное все-таки? Первичное, да. Первичное слово. Распевается слово, как я понимаю. Дорогие друзья, давайте здесь тоже поставим какую-то такую черточку, очень важную для наших выводов. Слово главное, распеваемое слово есть богослужебное пение. И инструменты музыкальные не употребляются, так я понимаю, у нас. Они нам не нужны просто или как? Не употребляют их, потому что они нужны. Ну, тут несколько тоже есть таких выделенных позиций. Вот, ну, первое, это, конечно, сам Иисус Христос на Тайной Вечере воспел с учениками, тем самым дал нам пример, как дальше нужно славить нам Бога. Святые отцы еще говорили о том, что в ветхозаветной церкви служение действительно сопровождалось инструментами, такими танцами, да, вот каким-то, да, весельем таким безудержным. Это, кстати, не значит, что Бога нельзя прославлять в музыкальных инструментах, это вполне возможно. Просто у нас ставится акцент, что именно человек – это самый сложный и совершенный музыкальный, духовный инструмент. И мы призваны овладеть этим инструментом. И есть такая аллегория, что Дух Святой, касаясь струн человеческой души, должен вызывать небесное, духовное, прекрасное звучание. И эта теория, и эта идея идет нам еще с античности. Сейчас я хочу попросить вас исполнить кое-что, но у меня еще есть, к отцу Дмитрию, один вопрос. Я когда готовился к сегодняшней программе, я прочел у вас такую мысль интересную. Однажды вы сказали, пение Богу делает нас из животных человеком. Как нужно это понимать? Ну, когда-то это сказал Климент Александрийский, учитель церкви. Он как раз говорил о том, что Христос нам принес небесное пение. И он из людей, гневливцев, делает кроткими, смиренными. Значит, из львов он делает толкование на 140, как раз 8-й псалом. Там такой идет 149-150 псалмы, где идет такой как раз аллегоризм об этой человеческой музыке. И действительно, мы, принимая в себя духовную пищу благодати Духа Святаго, потихонечку меняемся, выравниваемся. Церковь, она освящая, меняет человека. И это к вопросу, чем отличается светская церковная музыка? Духом. То, что мы меняем отношение к звуку. Здесь входит к нам внутренняя культура, я бы сказал, духовный аристократизм, потому что сама эстетика и сам мир откладывает на нас печать. И если бы люди были искренне верующими, не было бы войн. Не было бы этих драм исторических, кстати, в нашем народе, которыми мы переживаем, было бы совсем по-другому. Потому что мы жили бы иной системой ценностей. Спасибо. Ну вот, дорогие друзья, я попросил наших гостей показать в качестве примера кое-что из песнопений. У нас сегодня три страницы, и трижды буду просить наших гостей. Что вы первое исполните, если можете сказать? Мы исполним песнопение знаменного распева, молитву Иисусову. Это песнопение XVI века. И мы могли бы говорить о технике и культуре молитвы, потому что светское пение предлагает человеку методику по духовному раскрепощению, по снятию внутренних зажатостей, прежде всего с гортанью, пением свободным, на правильном дыхании, где человек обретает опору, он обретает мировоззренческую опору. И молитва Иисусова – это духовная основа православия и христианства. Я попросил, чтобы сегодня нам помогли студенты Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, Института искусств, факультета искусства, где 15 лет назад открыта новая специализация регенцерковного хора. И мы очень благодарны Геннадию Андреевичу Васильеву, который в свое время нам помогал. Мы обсуждали эти вопросы, и он был тоже одним из вдохновителей. Это, кстати, было благодаря герою Украины, замечательному академику Анатолию Тимофеевичу Авдеевскому. Сейчас человек уже ушел виной в мир, царство ему небесное. Вот он вспомнил, когда он учился в Одессе у прекрасного регента Константина Пегрова. И этот опыт стал первым в Украине в истории светского образования. Очень важно, что мы объединяем разных христиан разных конфессий, не только православных, католиков, грекокатоликов, протестантов. И всех нас объединяет православная музыка, где мы, приобщаясь к бесценным сокровищам, как раз украинской духовной культуре, пытаемся постигнуть логос, эту эстетику, и через него всю прекрасную музыку не только Украины, но и мира. Спасибо, Господи. Ждем тогда, пожалуйста. Спасибо, Господи. Прошу вас, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И, как правильно было здесь сказано, церковное богослужебное пение возвышает человек, помогает ему молиться, приближает его к Богу. Вот какие высокие цели у тех, кто стоит на клиросе и поет. Во второй части, мы поговорим, собственно, о самом богослужении. И для многих наших зрителей какие-то вещи будут совершенно новыми. А начнем мы, как обычно начинаем, тоже с цитаты из величайшего православного святого, святителя Василия Великого. Если можно, пожалуйста, давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Кому, собственно, кому обращено большинство церковных песнопений? Такой вопрос. Ну, начальный возраст и утренней, и божественной литургии обращает нас к Святой Троице, либо к благословенному царству. Это указывается путь движения литургической молитвы, либо прославление святой, животрящей, нераздельной, единосущной, нераздельной троицы. Поэтому цель наша – это восхождение в благословенное царство, а по сути – снисхождение умом в глубину своего сердца. И позвольте мне вот буквально прокомментировать то песнопение, которое мы спели. Человек – это храм, и он призван совершать в этом храме богослужение прежде всего. Без сомнения, вот под этим тезисом подпишется представитель иудейской традиции, и даже мусульманин, потому что есть понятие богослужения, а есть богослужение после богослужения. И каждый христианин призван совершать богослужение в своей жизни. Мы говорим о духовных вещах, когда ум должен идти на алтарь сердечный, и там человек должен совершать литургию благодарения, любви и благодарения своей жизни. И только из этого принципа мы можем понимать наше богослужение, потому что есть вещи внешние, есть вещи внутренние. И когда, занимаясь обрядом, теми или иными формами, нужно всегда помнить о духовном содержании, что же стоит за внешними священнодействиями. А здесь нам показывается священная история от творения мира до второго пришествия, где, переживая очень важные этапы божественного домостроительства, мы узнаем Христа, мы укрепляем свою веру. Она становится глубокой, она становится реальной. Есть драматургия богослужения, есть священная литбретта, это как в опере, мы идем и мы должны знать содержание. Поэтому человек обязательно должен изучать это содержание и понимать, и видеть, что стоит за внешними богослужебными формами, какое содержание. Спасибо. Я вот выписал себе, для тех, кто редко или почти никогда не бывает в храме, я вот выписывал о словах, я, собственно, знаю их на память, но все-таки напомню. И хочу обратить ваше внимание, дорогие наши зрители, что во время пения хор, стоящие в храме, обращаются к самому Богу. Мы сейчас об этом говорили. В Троице единому Богу, Господу Иисусу Христу, второму лицу Троицы, Духу Святому. Мы сегодня еще об этом будем говорить. Вот я процитирую песнопение, которое звучит на литургии, сейчас мы о ней будем говорить. Обращенное к Господу Иисусу Христу, единородный Сыне и Слове Божие, бессмертен Сын, изволивый спасение нашего ради, воплотите в себя святые Богородицы и Преснодевы Марии. Пока все понятно, правда? Непредложного человечества, ставший человеком, распныся же о Христе Божии, смертнюю смерть по правой. Единственные святые Троицы, спрославляем Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси нас. Вот мы просим Господа спасти нас. Жанна Викторовна, вот хотелось бы начать разговор о главном богослужении православных христиан, о божественной литургии. Вот если зрителям нашим, которые никогда не были или не знали то, что не были на литургии, можно было бы как-то понятно объяснить, в чем смысл божественной литургии, на которой молятся христиане? Это, конечно же, Евхаристия. Благодарение и причастие. То есть это центр... Соединения с Богом. Соединения с Богом, совершенно верно, да. Правда ли, правда ли, а мы в это верим, православные христиане, что сам Господь присутствует среди участников богослужения? Это так. Вот если можно объяснить, прокомментировать для наших зрителей. Бог есть любовь. И по незреченной своей любви Он хочет нас сделать причастниками своего божественного царства. Но человек, он свободен. И он должен самостоятельно осознать то, к чему он призывается, и сделать усилие духовного движения. Для этого и дается литургия. Вы сейчас процитировали замечательный гимн. Это гимн принадлежит Перу императора Юстиниана, который написал он на освящение храма Святой Софии в Константинополе. Это является догматиком и тропарем Святой Софии. Здесь выражена премудрость божественная. В литургии самое главное нашим дорогим телезрителям нужно понимать, что дается нам пища бессмертия. Обратите внимание, современный человек все время ищет какие-то пути, оккультные, магические пути, как прийти к Богу. Не секрет, какое развитие сейчас колдунов, экстрасенсов, всего. То есть человек ищет, но он ищет не там. Он входит не теми дверями. В свое время, благодаря Боговоплощению, состоялось европейское искусство. Потому что сам факт, когда Сын явил нам Отца, это благословение на то, чтобы в художественном образе, и в музыке, и в молитве, и в пении была явлена тайна Духа, Духа преображающего материю. И это смысл литургии, чтобы мы научились любить, мы научились благодарить. Мы преодолели свой эгоизм и вкушая пищу бессмертия, что является причастием. Есть часто такие литургические тексты, небесный хлеб и чашу жизни. Примите, вкусите и видите, как благ Господь. Если мы только задумываемся об этом, нам дается пища бессмертия. Нас делают причастниками неба, но, соответственно, от этого высочайшего звания, призвания, идет и аскетика церковная, и дисциплина, и нравственный закон. И причастие, вернее, и крещение, оно нас прививает церкви как телу Христову. Для чего? Для Евхаристии, для причастия. Если человек, впадая в ту или иную немощь, ему дается таинство исповедь, например, брак и священство, поступает на определенную социальную степень служения и определяет статус церковный, например, таинство елея помазания, восстанавливает в нем духовные силы и так далее. У нас в церкви все имеет евхаристическую направленность. Оно имеет такую центрированность, как галактическое ядро, вокруг чего восстанавливается весь мир, так и в церкви все вокруг Евхаристии, вокруг литургии. – Значит, на богослужении, на главном богослужении, во время литургии православные христиане встречаются с Богом. – Это реально? – Да, он реально встречается. – Реально. – В таинстве тела и крови причащается его тело и крови, мы об этом говорили. А что же хор, какова его роль на литургии, какая особенность участия хора в литургии? – Если прихожане внимательно слушают песнопения, то они приобщаются и к историческим моментам, и нравоучительным, и догматическим. То есть так сложена литургия с святыми отцами, действительно, есть там и такая эмоциональная кривая, чтобы это все было живо, чтобы это все воспринималось. И очень важно для нас, как для регентов и певщих, чтобы напевы эти были такие, которые могут воспринять те, кто предстоит в храме. Здесь создается атмосфера, во время которой происходит вот это таинство встречи человека с Богом. Вы сказали о Евхаристии. Богослужение у нас состоит из священно действий, но и также из священнословия. Литургия складывается из трех частей. Проскомидии, приготовления, литургии слова, либо литургии оглашенных, а также литургии жертвы, либо литургии верных. И вот самое главное в литургии слова – это причастие, смысловое причастие Богу через слышание Слова Божия. И хор создает атмосферу. Он комментирует, он путеводит. Кстати, это очень важный момент в отношении средневековья и нового времени, потому что раньше люди, которые составляли духовные гимны, они как раз знали путь, как человека погрузить в молитвенное состояние, чтобы он правильно, правильно пережил ту или иную богослуженную ситуацию. К сожалению, современное гармоническое пение, оно акцент ставит на красоту, на внешнюю, с внутренних вещей на внешнюю. Здесь есть опасности рассеивания внимания и ухода от вещей внутренних, смысловых, на вещи внешние. Здесь надо помнить об этом. – Я как раз хотел об этом говорить. Вот еще одно письмо. Прошу внимания студии. Тоже обращу сначала к вам, ребята. Я постоянно ходила в наш храм, причащалась и каждый раз чувствовала неловкость. Поют самодеятельно, часто слов не слышно. Попробовала сходить в большой монастырский храм, но и там мне не понравилось. Монотонно, как-то не зажигает. Тогда я сходил еще в несколько храмов. И та же картина. Не ощущаю духовного подъема. Что мне делать в таком случае? Сначала обращаюсь к нашим гостям в студии. Вот, наверное, вы знаете такую ситуацию. Что бы вы посоветовали? Человек начинает метаться. Метаться. Я не хочу высказать свою эту точку зрения. Кто-то хотел бы высказать в студии? Пожалуйста, кто-нибудь. Есть у кого-то? Есть? Пожалуйста, да. Я бы просто хотела сказать, что... Вот сейчас мы вам микрофон дадим. Просто когда человек метается, я бы посоветовала просто встать на одном месте и прислушаться. Успокоиться и послушать, о чем поют именно правильные слова. Потому что во время литургии, к примеру, есть «подай Господи», когда мы обращаемся, «Господи помилуй». Есть слова, которые идут, к примеру, «величание». Или если это праздничная служба, то как бы идет тропарь праздника. Вот, к примеру, есть Великопостное песнопение «Душа моя», когда идет во время первой недели Великого Поста, которая призывает тебе колокольчик. Вот такой тебе пример о том, что нужно задуматься о своей душе, правильно ли ты живешь. И потом, к примеру, вот пасхальное песнопение, пасхальный канон. Такой вот веселый, радостный, и у тебя прямо душа улетает от счастья. На самом деле хор может быть по-разному. Есть разные приходы, есть бабушки, есть как бы действительно оперные певцы. Но человеку, мне кажется, просто вот именно найти внутренне, прислушиваться, успокаиваться. И вот понять, что он таким образом через слова обращается к Богу, через молитву, через слова хора, которые он поет. И про себя вот тоже как-то проговаривать, про себя, как бы через себя все пустить. Спасибо. Ну вот я хочу сначала услышать ваше мнение, а потом скромное замечание свое я сделаю. Пожалуйста, батюшка, да. Вот что делать, искать, 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 когда уже точно попадет в твое состояние, там, я говорю, о, нашел. А если не нашел? Вы знаете, что православие является высшим откровением людям о божественных тайнах. И здесь наша святоотеческая аскетическая традиция дает нам много предупреждений, как не попасть в сети психологического иллюзионизма или по-простому прелести. Когда человек ищет тех или иных состояний и становится заложником своих каких-то иных психологических состояний. Вы знаете, вот мы говорили с вами о молитве. Первый закон молитвы – это тишина. Нужно постараться остановить внутренний шум, потому что человек шумит, он слышит только себя, и здесь есть некие опасности такого самовозбуждения, прелестного самозамыкания. На богослужение нужно приходить для молитвы, для поиска Бога, для того, чтобы мы, как ученики, или вот как лодка, которая вышла под парусом, мы сделали лодку, но ветер – это только от Бога. Мы ищем, как говорится, очищаем свое сердце, но только Бог может войти и дать нам ту радость. Поэтому церковная традиция говорит, что не надо искать вот этой сразу радости, вдохновения, поэтому здесь очень вещи важные. Нужно работать над очищением своих страстей, над духовным просветлением, и тогда само собой придет эта радость. Она дается как награда. И одна такая реплика, вот я занимался историей и занимаюсь символикой богослужения. И богослужение ведет человека от печали к радости, от драмы человеческого бытия, связанного с гордым, одиноким сердцем, к полноте духовного общения, к целостному бытию. Спасибо. Сейчас же хотел обратиться к вам, но вот сначала, как говорят, в миру вставлю свои пять копеек по поводу этого письма. Мне кажется, что если человек православный христианин, и он уже пришел в собрание верных, то не надо никуда уходить, потому что мы говорили в этой студии не один раз, Христос приходит в любое каноническое собрание. Если канонический священник предстоит в престоле, если все происходит по чину и ничего не нарушается, то Христос все равно приходит. Даже в тот храм, где поют три сельские старушки, а мне приходилось бывать и на таких литургиях, он все равно туда приходит. И никакого он развлечения делает. В Царьграде ли, или в Киевской области, или в Житомирской, это все равно. Посему тот, кто пришел и начинает бегать, если вы к Христу пришли, то подождите, не бегите. Он может вас коснуться, вашего сердца, даже если бабушки и не очень четко пропели. Хотя, вот я хотел обратиться к Жене Викторовне, сказать, а все-таки ведь на певчих, на клиросе, огромная ведь ответственность получается. Да, вот если можно, два слова об этом. Вот об ответственности. Если можно еще добавить, как ответ на это письмо, что действительно в храм приходим мы не как на концерт, как слушатели, а как участники. Поэтому тут действительно, если человек пришел, то пусть он будет участником. А вот в этом как раз различие светского концерта, вот участие в священной власти. Жанна, еще такой вопрос. А вот с вашей точки зрения регенское, скажем, могут ли на клиросе петь профессиональные люди, но совершенно неверующие? Вот вы бы допустили на клиросе. Я понимаю, может быть, вопрос такой цеховой, но все же. Да, вопрос жизненный. Да. И мы вот сейчас только приходим к тому, что если вот попадает к нам певец в хор, то, конечно же, регент должен к нему присмотреться. И после того, что все-таки есть такое решение, что пусть он будет с нами, то обязательно подвести к благословению священника. Вот. Тогда многое исправится, возможно. Здесь очень важный вопрос. Богослужение – это школа, и мы должны воцерковляться. Спасибо, что эта женщина пришла. Она молодец. И пускай через ступеньку пения она придет к духовной твердой пище, которая связана с тайной Христа. Ключевое слово – это воцерковление человека, его освящение и то, чтобы он напитался тем духом церкви и немножечко изменил свое сознание. Оно стало духовным. Он стал внутренне гибким, он стал мягким. Он стал терпимым. В его жизни должны входить добродетели, которые должны прежде всего реализовываться в его бытовой жизни. В терпимости к близким, желании им служить. Вот это начало богослужения. Ну что ж, вот я попрошу тогда для наших зрителей, для всех показать еще какое-нибудь богослужебное песнопение, если возможно. Пожалуйста, я вас прошу. Мы с радостью представим такое народное песнопение «Царю небесное», то есть текст канонический, но мелодию вы сейчас услышите народное. Это обращение к Богу, да, вот это обращение, дорогие друзья, это обращение к Святому Духу. Да, Святому Духу, утешителю. Да, да, да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мысль, которую я бы хотел, чтобы мы вынесли в сегодняшней программе. А сейчас, открывая третью страницу, мы послушаем еще один фрагмент из святителя Иоанна Златоуста. В самом деле ничто, ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет от уздела, не располагает любомудрствовать и презирать все житейское, как согласное пение и стройно составленная божественная песень. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое. Вот такие вот слова. Я в предыдущей странице очень хотел еще задать один вопрос. Мы переходим к третьей нашей странице. О взаимоотношениях хора. Мирянин на службе. Ну, я вот мирянин, но иногда мне разрешают в хоре тоже спеть там вот аминь или господи помилуй. На большее я не дерзаю. Но вот я хочу поделиться своим одним впечатлением, а вы, если можно, прокомментируйте. Я человек несамовнушаемый, но у меня такое ощущение, что на клиросе что-то происходит со временем. Я это никому не говорил, честно. Это вот мое личное ощущение. Что-то происходит со временем, и я иногда думаю о том, что время здесь действует иначе. Я ошибался, или это мое личное впечатление, или так оно есть на самом деле? Это действительно так. Происходит размыкание времени. Наше богослужение – это такая машина времени, когда мы можем перенестись духовно в то время, когда происходили эти события, и духовно их пережить. Мы говорим о повторении неповторимого. И действительно, человек, он находится либо в прошлом, либо в будущем. И от него все время уходит миг настоящего. А Бог, он только здесь и сейчас. Поэтому, когда мы занимаемся молитвой, либо поем, а пение – это состояние. И вы знаете, что в Ветхом Завете праведник, он ходил пред Богом. И от количественных повторений молитв мы должны прийти к качественному внутреннему состоянию, которое как раз и связано с вот этим библейским выражением хождения пред Богом. А это нахождение внутреннего состояния. И вот время – это такая таинственная категория, она все время от нас ускользает. Но в богослужении происходит размыкание времени. При части вечному Богу в субботу мы вспоминаем святых и от века усопших православных христиан и не размыкаем, не разделяем их, как бы святых и умерших в Боге. В Боге все живы, и это чудо, и это удивительная тайна. И, Жанр, это еще один такой для меня очень сокровенный вопрос. Я читал, конечно, об этом, но я хочу, чтобы наши зрители об этом тоже услышали. А правда ли, что с поющими поют на литургии, вообще в храме поют с вами ангелы? Мы на это надеемся. Или это такая вот аллегория, или действительно поют они? Но мы в это верим. А вот, скажем, когда поется херувимская песня, батюшка, я не дерзаю, тут ничего, комментирую, просто она ведь говорит о том, что мы как херувимы стоим там перед Богом. То есть мы в это мгновение, мы реально с херувимом стоим перед престолом Творца? Мы реально стоим, нам реально помогает ангел, я вам свидетельствую. Мы это чувствуем на духовном уровне. Бывает, приходишь на клирос, у тебя нет никаких сил, но вдруг какое-то вдохновение, какая-то внутренняя сила. Священник эти вещи переживает в алтаре, потому что вот на малом входе он читает молитву о том, чтобы Бог, который установил неместное воинство, сподобил, чтобы с нашим входом был вход небесных сил. И ты понимаешь, что здесь с тобой как бы невидимо сопровождает наш малый вход, великий вход небесной силы. И надо сказать, что церковное пение, вообще церковное искусство, оно ориентировано на духовную модель, которая за пределами. И церковное пение, оно ангелогласно. Лик, церковный лик, это показание, указание на небесный архетип. И у нас есть идея Трисвятого, идея херувимская, и пение Санктуса на евхаристическом каноне, на анафоре, во время песнопения «Милость мира». Это как раз поступенное восхождение к Богу в познании тайны. Есть такое научное выражение – актуализация тайны спасения во кресте. Это богослужение нам дает эту возможность. Я вот читал, что на небесах вообще поют. На небесах поют. То есть, фактически, если мы здесь, миряне, даже вот такие, как я, не умеющие петь, но если сердцем присоединяемся к молитве хора, то дай Бог, может быть, когда-нибудь Господь позволит и в его хоре прославлять его в его царстве, скажем, предположим. Я хочу вас утешить. Иоанн Златоуст как раз так же говорит, что худогласный певец славен пред Богом, если он поет в сердце своем молитву. Добродетель – это ведь тоже пение. В Царстве Небесном и наша земля – музыка, как принцип бытия мира. Музыка и математика – это основа, это код бытия этого мира. И мы видим эту музыку везде. И человек должен гармонизовать свою жизнь, гармонию впустить в себя, желать ее, искать ее. Вот вопрос и меня, долгое время занимавший, да и занимаюсь сейчас, и многих, я думаю, здесь присутствующих. Как мирянину молиться в храме? Вот поет хор. Что я, мирянин, я должен сделать это своей молитвой? Я должен с ними вместе сердечно присоединяться или как? Вот об этом я как раз, может, тогда не довела мысль до конца, что, действительно, чем и отличается концерт и зритель, и предстояние, присутствие в храме – это, действительно, участие. И, опять-таки, наша задача регентов подобрать такие песнопения, которые потом могут откликаться и нечасто их менять, чтобы именно ответ был у тех, кто стоит в храме, чтобы они, в общем-то, вместе пели с нами, пропевали. То есть, я прошу прощения, если вы обращаетесь к Господу Иисусу Христу и поете на клиросе «Единородный сын», вот, то я тоже ему говорю «Единородный сын», я к нему, я также обращаюсь теми же словами. Вы присоединяете свои слова к хору. Это важнейший момент. И в психологии есть понятие синхронии, взаимодействия, и здесь есть понятие так называемого духовно-смыслового резонанса. Вы участвуете, и вам передается, кстати, вопрос правильной, трезвенной, непарительной молитвы. Когда вы вот то, что мы пытались передать в молитве Иисусовой, вы от внешнего переходите к внутреннему. Это ведь самая главная идея Евангелия, как раз вот воспитание в себе этого духовного человека, не внешнего, а духовного. Поэтому нужно соединять. Хочу теперь, спасибо, батюшка, хочу обратиться к нашим гостям в студии. Вот с таким вопросом. Что-то случилось в жизни. Вы пришли в храм. Ну вот хор поет, идет служба, понятно, поется херувимский. А у вас болит. А у вас болит. Вот то, с чем вы пришли в храм, у вас болит. Как вы думаете, мы сейчас потом обсудим все вместе, можно ли молиться о своем и своими словами в храме мирянину? Вот кто бы высказался по этому поводу? Пожалуйста, мы дадим микрофон. Вот я вижу там, руку кто-то поднял. Пожалуйста. Ну, мне кажется, что это вполне возможно, потому как, ну вот, например, мой духовник мне и моему мужу благословляет во время богослужения для большего сосредоточения на молитве, для большего участия, даже большего участия в богослужении, что предполагает большее углубление в себя, благословляя читать Иисусову молитву. Спасибо, я понял. Я понял. Есть кто-то еще? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. У меня был реальный случай, когда я пришла с реальной физической сильной болью в храм, и мне было очень трудно не то, что молиться, а вообще там находиться. И я так постепенно сначала начала своими словами к Богу, а потом думаю, да нет, я буду вот у нас красиво поют, я настроилась на мелодию, начала слушать слова, и действительно через некоторое время я даже заметила, что боль вообще ушла абсолютно. Спасибо. Я вашу мысль понял. Да, пожалуйста. Человек, когда приходит в храм, он приходит с нуждой, и он тоже молится и просит Господа разрешить его нужду, ну, соответственно, чтобы Бог его услышал и понял, и чтобы его душа, нужда разрешилась. Вот как бы так вот. Согласитесь ли... Пожалуйста, еще кто-то, пожалуйста, дайте, пожалуйста, микрофон. Я просто хотела коротко добавить, что когда ты приходишь, к примеру, перед службой, и ты думаешь, какой у тебя жизненный вопрос, и ты стоишь на службе, и вот, к примеру, слушаешь, обращаешь внимание, там читают или что-то говорят, и в какой-то момент ты понимаешь, что вот именно эту фразу помогает тебе как раз решить твой вопрос. Ну, то есть как бы из письма какая-то... То есть ты просто ее как-то больше понимаешь, и понимаешь, что вот твой ответ на твой вопрос. Пожалуйста. Я думаю, что в литургии есть все. То есть если внимательно знать или интересоваться, то можно, прослушивая внимательные слова, получить любой помощь и любой ответ на интересующий вас вопрос. То есть лучше, конечно, изучать богослужение, вот интересоваться и внимательно слушать. То есть это божественная литургия. Здесь все есть. То есть в самих прошениях божественная литургия все есть. Если можно, согласны ли вы с тем, что можно молиться о чем-то своем? Это тонкий вопрос. Вот не знаю. Я для себя не могу решить его до конца. Это да, это тонкий вопрос. И вы упомянули, что во время Херувимска как раз. А там есть такие слова. Отложить все попечения. Отложить всякое попечение. Да, отложить всякое попечение. Мы благодарим, потому что каждое мнение, это как многоценная такая жемчужина в сокровищницу Господню. Но что нужно сказать? Когда мы приходим, например, вот есть понятие церемониала царского двора, даже вот сейчас. И когда вас приглашают на пир, вы приходите участие, принимаете участие в этом пире, а потом частные вопросы. Здесь вы торжествуете. Здесь оставьте это. Оставьте это ко Христу и наслаждайтесь духовным пиром царства. А потом, потом как бы само собой Бог слышит все прошения, все печали сердечные. Мы можем принести, как говорится, решить частные вопросы. Сказать, вот почему, например, у нас сугубая ктенья, вот во время сугубой ктеньи идет конкретизация земных нужд и проблем человека. В общем, для наших зрителей ктенья это прошение. Это прошение. А сугубо это прошение, в котором поется трижды. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И, например, во время этого мы поминаем близких, любимых нами людей, и в том числе присоединяем. Потому что, вот, например, прошение великой ктеньи. Избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды. Здесь уже дается, как говорится, программа жизни в мире радости и любви. Дальше мы просим, защити, заступи, спаси, помилуй и храни нас, Боже, по твоей благодати. И если мы разберем каждое прошение, то действительно там полнота и ответы на все вопросы человеческой жизни. Спасибо. Я вот хочу еще поинтересоваться. Вот такой непростой момент есть. Поведение мирян во время богослужения. И прочесть хочу одно критическое, даже не письмо, а это отрывок из одной статьи. Маленький кусочек совсем. До сих пор, пишет автор, Одна из главных проблем наших храмов состоит в выключенности мирян из богослужения. Если человек не поет на клиросе, не следит за подсвечником, не стоит за свечным ящиком, не алтар не считает, не исповедуется, не причащается на этом богослужении, то он, в кавычках, включается в литургию лишь дважды. Это помню и автора. Когда поют «Верую» и поют «Отче наш». Это вот такая точка зрения. Я вас попрошу ее прокомментировать. Есть проблема выключенности или здесь сгущены краски? Конечно, есть. Да, вы знаете, наше богослужение – это академия, духовная академия. А в нее приходят, допустим, первоклассники. И академия, она предполагает поэтапное прохождение младшей и средней школы, сдача на специалиста, бакалавра, магистра и так далее. А мы сразу человеку даем вещи, которые он не может вместить. И начинается… Вот здесь понятно, свечу убрал, здесь какое-то движение. Здесь мы говорим «думай, рассуждай, работай над собой, трудись, взвешивай». Это сложно. Поэтому как раз нужно читать соответствующую литературу, связанную с уроками благочестия в храме, приучать себя учиться внимательно, концентрировать внимание, как бы такая некая духовная фокусировка на главном. Дальше. Мысль свою устремлять вглубь, ничего не искать вовне. То, что я говорил, приходить к тишине внутренней, к попытке осознать себя, прийти к себе подлинному, потому что поиск Бога, он всегда связан с вещами вечными, связанными с самопознанием. Об этом говорит и психология. И философия об этом вещах говорит. Потому что если ты познаешь себя, ты познаешь весь мир. Поэтому я призываю каждого человека просто трудиться, искать, задавать вопросы и получать на них ответы. Дорогие друзья, ну ведь не только я бываю иногда травмирован. Наверное, многие верующие бывают травмированы, когда мы в храме видим, идет богослужение, хор поет, священник произносит молитвы. Идет молитва. И в это время кто-то через храм с вещой несется там и так далее. Друзья мои, те, кто так делает, в это время церковь просит Творца о чем-то. Может, вы остановитесь и присоединитесь к этим песнопениям и к этим прошениям. Это я просто такой призыв такой. Не надо ходить по храму, не надо вообще без необходимости. Этого ничего делать не нужно. А нужно знать, что в этот момент церковь молится. И вы должны делать то же самое. Когда-то мы с вами, отец Дмитрий, затронули один вопрос. Для него, наверное, отдельную программу надо делать. А я только вот буквально хотел, чтобы мы только пунктирчиком. Но все-таки сказали. Вы однажды произнесли такую фразу. Идет тотальное сокращение музыкального образования. В школах особенно. И что это непростой процесс. Что у него есть какие-то определенные цели. Вот если вы могли прокомментировать это. Музыка всегда являлась таким духовным воздуховодом благодати, либо чистых, светлых энергий души человека. И есть определенные силы, которые стремятся к тому, чтобы и эти воздуховоды перерезать. Чтобы человек задохнулся в технократических искушениях современного мира. Забыл, какой великой культуре Украины он принадлежит. Какие традиции определяют нас. Что мы можем за собой путеводить с точки зрения духовной. Потому что Киев это колыбель крещения. Это Иерусалим земли русской. То же самое музыка, как духовный путь человека к Богу. Бог дал по своей любви людям искусство и музыку. И мы обогащены Бахом. Мы обогащены венскими классиками. Великой прекрасной и украинской музыкальной культурой. Народной песней, которая нас вдохновляет. И также содержит глубинные духовные коды бытия человека. Которое, если мы будем этого держаться, мы дойдем до конечной цели. И, к сожалению, без сомнения, такое происходит. Когда мы говорим, что музыкальные школы сейчас переводятся на тенденции на самоокупаемость. А мы знаем, всегда искусство должно иметь меценатскую поддержку. У нас студенты, они проходят практику в школах. И они непосредственно сталкиваются, как сейчас начинают уже меняться. Допустим, изобразительное искусство, музыка и так далее. Предмет сокращается. И даже светские люди начинают задыхаться от того, что это общая культура. Есть такое выражение, что если бы правительство ассигновало бы на культуру большую часть, то потом не надо было бы решать тех проблем, и в социальной сфере, в том числе, и духовно-нравственной. Но об этом говорили нам многократно. Я знаю, что наш директор-проектор в свое время, Анатолий Тимович Авдеевский, несколько раз отстаивал просто музыкальное образование, когда выпадал из министерства этот предмет. И еще 1-2-3 года перестают выпускать специалистов. Предмет убирается. И что же тогда будет? Мы будем пожинать очень драгические, драматические плоды. И, кстати, современные события говорят о том, что сбиваются очень важные критерии и ориентиры в духовном движении. Ведь все в материальном мире начинается в духовной сфере. Я попрошу вас, если возможно, еще раз для наших зрителей показать образцы православного песнопения православных. Пожалуйста, если можно. Сейчас вы услышите замечальное песнопение из традиции Киева, Печерской лавры. Это такое жемчужина, бесценное сокровище. нашей музыкальной отечественной культуры, песнопение «Блажен муж». Спасибо. Слушаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Блажен муж, Амилуя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Яковесть, Господь, путь праведных и путь нечестивых погибнет. Яковесть, Господь, путь праведных и путь нечестивых погибнет. И путь нечестивых погибнет. И путь нечестивых погибнет. Аллилуйя! 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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков! Аминь! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков! Аминь! И ныне и пресной во веки веков! Аминь! Аллилуйя! 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 Я посоветовала те утренние или вечерние молитвы или чтение псалмов начинать псалмодировать. Это такой вот термин церковно-музыкальный. Выбрать удобную ноту и просто на одной ноточке читать этот текст. Вот тот, который в молитве, да? Да, в молитве. Понятно. Спасибо, кстати, учту это. Батюшка, отец Дмитрий, я благодарю вам. Я надеюсь, что вы еще придете сюда, и мы поговорим, и попоем обязательно, и послушаем с удовольствием. Отец Дмитрий, в заключении, как музыкант, как священник, нашим зрителям, которые, ну вот, до сегодняшней программы, что вообще не знали ничего о богослужении, два слова на пустынах, если можно. Вы слышали песнопение. Его характер – это духовная радость. Это ликование. Это ликование человека о Боге. Ну, здесь есть эстетика барочного пения. Давайте будем учиться радоваться. Давайте преображать нашу жизнь, наполнять ее новым содержанием, и помнить, что человек, он призван к духовной победе над собой и свидетельству миру. И, конечно, когда закончится наша жизнь, у нас будет прослушивание. Мы должны будем сдать экзамен на том, как мы любили, как мы прощали, как мы терпели, как мы доверяли. Экзамен на веру. В откровении апостола, евангелиста Иоанна Богослова есть такие слова, что эти, сии, искупленные от земли, стоят и поют новую песнь Моисея и Агнца. И никто не мог научиться этой песне, кроме сих, искупленных от земли. И мы на земле, все верующие христиане, учимся этой песне. Это новое пение Христа. Это пение любви. Это пение любви благодарной, крестной, торжествующей силой крестной. Поэтому я бы и хотел, чтобы мы учились этому духовному пению, псалмодировали, открывали свой тембр, потому что, как у человека есть, у каждого свой уникальный биометрический набор, так же у него есть свой тембр голоса. И Бог ждет, что мы будем открывать его и возвращать Богу через молитву. Спасибо большое. Я, батюшка, хотел бы, чтобы для наших зрителей... Во-первых, я благодарю сегодня тех, кто так замечательно потрудились и исполнили. Спасибо Господи, как говорят у нас. Батюшка, напомните еще раз сегодня, кто же исполнял эти замечательные песнопения? Хор Регентов факультета искусства Национального педагогического университета имени Михаила Петровича Драгоманова. Спасибо вам большое. Спасибо. То есть, если я правильно понимаю, поступив на этот факультет, на эту специальность, можно стать регентом? Конечно. Музыкантом, который, вот если бы вы сейчас брали интервью, поговорили, здесь у нас есть прекрасные дети, которые не только православные христиане, но и принадлежат другим конфессиям. И мы как раз этим указываем путь того духовного единения через пение, через поиск вот той красоты, которую видели посланники князя Владимира и не знали, на небе или на земле они стояли. Потому что вот эти все эти разделения для нас, они важны. Важны, как говорится, догматические вещи. Но, когда мы перестанем пред Богом, никто не будет спрашивать, какой конфессии ты принадлежал, какие добродетели твои, как ты пел, что в сердце твоем было, чем оно было наполнено. Для нас это очень важно. Мы ждем и абитуриентов для того, чтобы мы могли вместе постигать эту тайну. Спасибо большое, Жанна Викторовна. Я благодарю вас, благодарю вас, батюшка. Я желаю вашим клерошанам и вам петь Богу хорошо, благодатно, честно. Я еще раз повторяю свое приглашение прийти к нам в студию. Дорогие друзья, надеюсь, что в результате нашей беседы и нашей встречи стало понятно, что православные христиане в своих храмах поют Богу, поют Творцу неба и земли, тому, кто создал нас, всех здесь сидящих, нашего режиссера, вас, сидящих у телеэкранов. Вот этому Богу, Творцу, в Троице единому, поют в православных храмах. Высочайшая задача выполняется. Однажды, часто любят вспоминать, однажды Петр Мамонов, известный актер, сказал, что если священники договорятся и в один прекрасный, вернее, в один ужасный день не отслужат нигде никто литургию, мир закончится, он не нужен, если нет литургии. Я вам желаю, дорогие наши телезрители, присоединяться к пению Богу. Если не можете петь, то вы присоединяться можете сердечно. Мы об этом сегодня говорили. И желаю, чтобы вы и мы вот в этой сердечной и реальной молитве и пению в конце концов перешли в тот мир, где есть вечный Бог, и никогда мы с ним уже не расставались. От души вам этого желаю. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч в программе «Лестница в небо». АПЛОДИСМЕНТЫ